Здравствуй вас, Пётр. Как у вас дела? И, собственно, слышали вы наш разговор? Добрый вечер. Ну, частично слышал, то не всё. Собственно, вот на большой двадцатке будут говорить о рисках, в частности, не банковских, будут говорить о рисках финтех. На ваш взгляд, какие риски сейчас на первом плане стоят? И чего стоит опасаться? На самом деле, то, что, может быть, это двинули достаточно на задний план, это достаточно большие объёмы, накопленные, в общем, вполне в традиционных инструментах долговых. Ведь был момент, когда вокруг южноевропейских стран был такой разговор в 2012 году. Сейчас, мне кажется, есть некоторое беспокойство и по поводу долгового рынка США. Это, конечно, не значит, что там всё рухнет завтра, но то, что там растёт доходность, и то, что правительство вынуждено, по сути, да, казначейство выплачивать всё более и более высокий процент, потенциально, да, это может снизить существенно спрос на эти долговые бумаги, привести, конечно, не к глобальному кризису на данный момент, но к переливу денег в другие юрисдикции и, как ни парадоксально, пока что к росту фондовых рынков. Отчасти фондовые рынки, вот это латерали, оно подпитывается проблемами на долговом рынке США. Вы же псих. Значит, 9 лет празднуем. Спасибо вам огромное. Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик группы «Копань Телетрейд», был с нами на прямой связи.